Хэй, это Xiaomi Mi Watch Lite, или по-другому Redmi Watch, тут уж кому как больше нравится, это почти два одинаковых устройства, по существу, это новые смарт-часы, которые по сути делают будущий Mi Band 6, да и текущий Mi Band 5 ненужным устройством, а все потому что, хотя, впрочем, давайте-ка я не буду сильно забегать вперед, сейчас мы все это добро распакуем, разберем характеристики, посмотрим на функционал и вообще узнаем все, что нужно вам знать перед покупкой об этих умных или просто фитнес-часах, с этим мы также разберемся, так что давайте-ка не будем терять ни секунды и погнали. Упаковано все прям довольно стильно, черная глянцевая коробочка, оу, да и сразу устройство уже лежит к нам лицом, пока что мы его, конечно же, отложим в стороночку, так как это вообще открывается. Ох, любят китайцы мудрить. Что у нас здесь? Пустой отсек, это прям не очень хорошо, выглядит как-то странно, как будто здесь что-то должно быть, но на таможне украли. Так, мануал, на русском ничего нет, ну и неудивительно, это, в принципе, пока что версия заказанная с Алиэкспресс. Зарядонька, какой огромный блок, очень похоже на то, как будет выглядеть зарядка у Bip Lite, Bip S Lite и вот этого всего прочего, ну и бипов простых. Так, по самим часам давайте-ка все-таки нужно попытаться их достать. Не так уж это просто делается. И так, теперь про разницу между Xiaomi Mi Watch Lite и Redmi Watch. Это, по сути, два совершенно одинаковых устройства с той лишь разницей, что у Xiaomi есть GPS и они немного дороже, а у Redmi Watch GPS нет, но есть NFC и микрофон для работы с умным помощником. Конечно же, все это добро не будет работать в России, так что, по сути, и особо не нужно. Но вот в общей сложности для обоих этих устройств этот обзор будет актуален. Какую ассоциацию у вас вызывают эти часики вот так вот на первый взгляд? Да, не буду вас долго томить, это же Apple Watch! Вот прям сразу видно, вот здесь именно по лицевой части, откуда разработчики черпали вдохновение. Но стоит только заглянуть вот сюда и все, все сходство пропадает. Весь корпус выполнен из матового пластика, черного матового пластика. И что немаловажный плюс, он не заляпывается, то есть прям вообще никаких отпечатков не остается, хотя я прям пытаюсь все это дело замарать. Нет, вообще ничего. И единственная металлическая часть в этой конструкции это вот эта кнопочка. Она выполнена реально из металла, что, в принципе, приятно, но не то, чтобы хоть как-то будет полезно или нужно. Она такая прохладненькая на ощупь. И смотрим сюда внимательно. Толщина. Обычно подобного рода устройства довольно толстенький. Здесь же всего девять с половиной миллиметров, что меньше сантиметра, как вы можете понимать. И это очень и очень большой и весомый плюс. На руке они будут выглядеть, ну, не очень-таки громоздкими. Вот так это как-то выглядит. Да, в принципе, неплохо. Вес всей этой конструкции 35 грамм. Опять же, они очень и очень легкие, что немаловажный плюс. Ну и по качеству сборки, вот прям то, что видно на первый взгляд, она идеальная. И не зря здесь благозащита 5 атмосфер. То есть, можно будет прям-таки в них плавать в морях, в океанах, даже, может быть, в баньку куда-нибудь ходить. Ремешок обычный, силиконовый. Вообще никакой фактурки на руке, в принципе, будет ощущаться неплохо. То есть, у любых абсолютно часов будут точно такие же характеристики ремешка. Но, что очень даже плохо, это вот это крепление. Оно здесь уникальное и прям-таки отсоединить все это добро очень и очень сложно. Я, конечно же, попытаюсь так. Да. Ну нет, минута на самом-то деле не прошла. Все это было довольно-таки быстро. И, тем не менее, вот это уникальное крепление, а значит, ремешки в ближайшем будущем вы не сможете поменять на этих часах. Их просто будет невозможно найти даже где-нибудь на Алиэкспресс. Ну, это первое время. В дальнейшем это, конечно же, поправят. Но вот сразу же придется довольствоваться тем, что вы купили. Обратно застегивается очень и очень легко. Экран здесь 1,4 дюйма. И вот здесь, давайте-ка серьезно. Это смарт-часы. Ну, точнее, это фитнес-часы. А вот это на столе лежит фитнес-браслет, так называемый. Это Honor Band 6. И, кстати, хотите-ка сравнение вот этих двух красавцев? Я думаю, это будет очень даже интересно и актуально. Так вот, здесь 1,5 дюйма. 1,47. Здесь 1,4. И кто из них смарт-часы вообще? Расскажите мне. Ну да ладно. Разрешение 320 на 320 и яркость 350 нит. Что очень даже немало. Но, как вы поняли, это TFT. То есть, значит, никакого Always-On Display здесь не будет. Что, конечно же, не очень хорошо. Дальше. 2,5D стекло. То есть, оно здесь такое загнутое по краям. Но его производитель, стекла этого, совершенно неизвестен. Поэтому, будет оно зацарапываться или нет, покажет только время. Сейчас об этом говорить пока что рано. Ну и, конечно же, здесь нет абсолютно никакого олеофобного покрытия. Палец елозит, ну, не то чтобы приятно. По циферблатам заявлено 120 штук. Но, конечно же, в приложении такого количества нет. А те, что есть, ну, согласитесь, выглядят прямо-таки не очень хорошо. То есть, это либо такое все мультяшное, крупное, большое. Вся надежда, на самом-то деле, будет на комьюнити и на то, что кто-то для этих часиков будет запиливать очень даже годные, хотя вот эти неплохие. Мне нравятся. То есть, ну, можно, конечно же, что-то из этого всего выбрать, но не то чтобы прям очень хорошее. Например, в Amazfit BPU, обзор на который был совсем недавно, было гораздо больше и гораздо более прикольные часы. Здесь как-то, ну, на любителя все. Вот эти мультяшные прям совсем не очень. Задняя часть оформлена довольно-таки интересно. Да, вот это все, конечно же, пластик, но сам сенсор сердечного ритма облачен вот в такое вот стеклянное нечто. Я даже не знаю, как это назвать. И плюс здесь контакты для зарядки. Вот только здесь датчик ЧСС и нет СПО2. Нет замера уровня кислорода в крови. А столкнувшись со всей этой коронавирусной историей, оказалось, что вот эта вот штучка СПО2 очень даже полезна и нужна. Правда, в Honor Band 6 она не работает. Но мы не об этом. Наверное, сейчас самое время поговорить о цене вот этой штуки. Сейчас Xiaomi Mi Watch Lite можно купить на Алиэкспресс за четыре с половиной тысячи рублей. Но мне они достались всего за три тысячи триста рублей. Хочешь так же? Тогда подписывайся на мой телеграм-канал Gadget Sale. Отбираю для вас только лучшие предложения со всех магазинов техники, а не только с Алиэкспресс. Ищи ссылку в описании и экономь по максимуму. Из характеристик вот этих часиков, конечно же, нужно поговорить еще про автономность. Здесь используется батарея на 230 мАч. И производитель заявляет плюс-минус 7 дней автономной работы. Конечно же, на практике мы еще с этим разберемся, но по опыту могу вам сказать, что это будет 4-5 дней. Зарядка осуществляется вот таким вот довольно хитрым образом. То есть, это большая такая капсула. Вот так все это соединяется. И, в принципе, выглядит, ну, не то чтобы очень громоздко и страшно, но не особо, я так думаю, будет это удобно, таскать такую бандуру с собой. Наконец-таки пришло время поговорить про функционал этих часиков. Но, как вы могли заметить, здесь весь интерфейс на английском. А все дело в том, что вот это приложение Xiaomi VR не работает, то есть не находит эти часики при регионе России. Будет регион России, будут эти часики находиться. Сейчас мне пришлось установить регион Сингапур, чтобы эти часы заработали, хотя бы присоединились к телефону. То есть, я уверен, что к обзору я эту проблему всю решу с интерфейсом, и будет здесь русский язык. Но это не точно. Но теперь приступим. Здесь уведомления, они приходят на русском. Здесь вот такой базовый функционал. Здесь блокировка, не беспокоить, поднятие руки, постоянно работающий экран и настройки. То есть, здесь абсолютно такая стандартная штука. Нажимаем на кнопку и переходим в меню. И здесь все очень-очень стильно. То есть, я думаю, вы прекрасно это видите, что здесь по таким вот квадратикам все это, как в старых добрых Nokia. Мне это вот это все напоминает. Ну и дальше. Тренировочки. Здесь не так уж, чтобы много режимов. Всего 11 штук. Но давайте-ка просто запустим базовый. И да, здесь есть GPS. GPS поддерживается в этих часиках. И это очень и очень круто. И посмотрите на эти огромные рамки. Да, вокруг экрана, конечно же, громаднейшие рамки. Здесь у нас все, в принципе, очень даже информативно. Показываются километры, сколько вы пробежали. Средний. Что еще есть? Калории, каденс. То есть, очень даже неплохо. А вот управление музыкой здесь не работает. То есть, многозадачности, по сути, у этих часов нет. Смотрим дальше. Что у нас еще есть? Все это запишется теперь вот сюда. Специальный режим, куда записывается ваша вся активность. Ну, из-за того, что тренировка была короткая, соответственно, ничего не записалось. Далее. Что мы здесь видим? Это статистика по дню. Сколько калорий сожжено, сколько шагов пройдено и сколько раз вы вставали. Все. Это довольно-таки со всеми графиками показано очень даже неплохо. И, в принципе, вот это уже уровень. То есть, как фитнес-часы, это неплохо. Дальше, конечно же, у нас замер сердечного ритма. ЧСС, так называемый. Отлично. Это нужно будет сравнить потом с медицинским тонометром. Выходим отсюда. Конечно же, здесь у нас есть сон. Замер сна с фазами и всем прочим тоже работает. Дыхание. Опять же, немаловажная функция. Что это у нас? Это компас. Вот это крутотень. В часах подобного уровня наличие компаса – это довольно большая редкость. Ну, конечно же, здесь есть GPS, поэтому есть и компас. Далее. Что же это? По таким вот пиктограммкам не особо очевидно, что это все такое. И здесь барометр. На секундочку. И, конечно же, да, и здесь же альтиметр. Неплохо. Управление музыкой, как и показывал уже вам, в режиме тренировки не работает. Только вот в таком. Так. Дальше. Чем дальше, тем интереснее. Конечно же, стандартные функции часов – это таймер, секундомер и что это еще? Будильник. Естественно, погода. Ну, город я палить не буду. Но вот здесь у нас, конечно же, все расписано на неделю. Опять же, не слабо так. То есть, это, в принципе, типичная привычная функция для Xiaomi. Но вот Honor до сих пор не научились так делать. Дальше. Поиск телефона. Довольно-таки приятно звучит на самом-то деле. Настройки. Вот здесь настроек довольно-таки много. Прям очень много. Автолог, автоблокировка, поднятие руки, замер. А, это насколько часто будет происходить замер ЧСС. Ну, и, в общем-то, абсолютно стандартные такие перезагрузка, блютуз, регулировки о часах. Все. Вот и весь функционал. Вот и все то, на что способны эти часики. Неплохо для часов за 3300. Да. И, в принципе, функционал плюс-минус такой же, как у фитнес-браслета Mi Band 5. Или будущего. Mi Band 6, возможно. Но при этом это все на большом экране, с хорошей картинкой. И в очень стильном дизайне. Теперь давайте-ка поговорим про приложение. Приложение, которое используется для взаимодействия с часами, называется Xiaomi Watch. И жаль, что это не Mi Fit. Mi Fit все-таки более прикольная приложуха. Тем не менее, на главном экране все есть. Шаги, калории, ваш журнал тренировок, сон, пульс и все прочее. Конечно же, отсюда же можно запустить тренировки плюс профиль. Вот, что нас интересует больше всего. Здесь происходит подключение, обновление, все настройки. Здесь циферблаты, я вам их уже показывал. Здесь уведомления приложений. Все приложения, которые есть у вас на телефоне и умеют присылать уведомления, все здесь присутствуют. Все это, опять же, нужно еще настроить. Входящие вызовы. Звонить, конечно же, нельзя. Но можно, чтобы показывались все входящие вызовы, которые будут вам приходить. Это, в принципе, очевидная довольно-таки штука. И дополнительно. Вот здесь как раз-таки управление виджетами. То есть, все, что есть на часах, можно убрать, менять местами. Или, наоборот, как-то это все дело настраивать. Ну, то есть, довольно-таки стандартно. Проверка обновлений, обновления погоды и все. Вот и все, что умеет это приложение. То есть, прям совсем-совсем не густо. Ну, и, конечно же, зарядка тоже показывается здесь же. После всего увиденного и услышанного, ответьте-ка мне на вопрос, а зачем нужен Mi Band, собственно, теперь-то? Да, браслет, безусловно, дешевле, но здесь тоже цена невысокая, 3300 рублей. И при этом вы получаете куда более классный внешний вид и GPS, что немаловажно для тех, кто собирается тренироваться с этими часиками. Хотя, тут, наверное, все-таки на любителя. Поэтому напишите-ка мне в комментах, что вам нравится больше, Mi Band 5 или Xiaomi Mi Watch Lite? Или вообще, может быть, Honor Band 6 или любые другие часы и браслет? На этом все. Если хотите сравнение двух вот этих красавцев, обзор на Honor Band 6, кстати, уже пилится, то пишите об этом в комментах. Ну, и, конечно же, впереди вас ждет классный трек и пара интересных видосов. И, конечно же, пробуйте новое. Оно того стоит. Продолжение следует...